Добрый день, уважаемые друзья! Мы начинаем серию подкастов фасадного конгресса сезона 2024 и наш первый гость Михаил Геевич Александрия, исполнительный директор Ассоциации Анфас. Добрый день, уважаемые коллеги! Михаил Геевич, первый вопрос. Что изменилось за последний год на рынке СФТК с момента предыдущего фасадного конгресса? Я на фасадном конгрессе 2023 мы анонсировали грядущее введение в действие измененных актуализированных ГОСТов 56707 системы фасадные с наружными штукатурными слоями и 58937 – это СФТК со штучными облицовками. Все ждали вот-вот-вот-вот, но вот с 1 января 2024 года основной ГОСТ на СФТК 56707 вступил в действие на системы со штучными облицовками на 15 дней раньше, с 15 декабря. То есть, началась эра новых правил. Глобальных изменений в документах, по большому счёту, не было. Появилось вот из того, что совсем новое-новое, ну, это то, что полноправно, полноценно допущен экструзионный полистирол в качестве теплоизоляционного материала в СФТК. Ну, я говорю, пока что только в СФТК с наружными штукатурными слоями. Может быть, логичнее было бы и в штучку, но слишком мало на работах экспериментальных. Пока придёт время, сделаем мы это. Это вот из того, что глобальный. То есть, выбор у заказчика в части теплоизоляционных материалов стал чуть шире. Появились варианты различные. Ну, к сожалению, традиционно, можно сказать, есть на рынке сезонный дефицит минеральной ваты, сверхповышенный спрос. Сразу, естественно, рыночные отношения никто не отменял. Как только материал становится дефицитным, начинает подрастать его цена для конечного потребителя. И люди спокойно могут диверсифицировать свой выбор в части теплоизоляционного материала, перейти на другой. Да, это требует в части проектов определенных пересогласований. И, конечно же, толпы хейтеров по-прежнему бегают и кричат как так, как так. Трясут какими-то фотографиями. Ну, на что я уже устал отвечать. Я всем говорю, откройте, пожалуйста, ГОСТ, там написано, какой материал допущен. А после этого посмотрите на ваши фотоматериалы и скажите, это тот материал или нет. Ну, как правило, дальнейший диалог на этом прерывается. Потому что все прекрасно понимают, что, да, был применен совсем не тот материал, который допущен. Ну, производитель один этого материала, название одно, но материал-то другой. Ну, и что говорить. Посмотрим, как справятся производители экструзионного полистирола. Это рынок высококонсолидированный. Ну, фактически два крупнейших производителя. Это Пеноплекс, СПБ и Технониколь. Они производят, ну, больше 90% экструзионного полистирола в нашей стране. И если спрос появится, а он появится, несомненно, и будет возрастать, справятся ли они с этим спросом. Потому что, ну, как уже не раз говорилось, экструзионный полистирол для этих целей нужен немножко другой. Одна заводская фрезеровка поверхностей чего стоит и в материальном плане, ну, и как физико-механические характеристики материала меняются при этом. Адгезии к этому материалу. Введение ГОСТа 58937 СФТК с декоративно-защитным слоем из штучных материалов тоже внесло определенную ясность в этот сегмент фасадного рынка. Да, он очень небольшой. Это, ну, где-то в районе 1-1,5% от общей площади СФТК, который делается за год. Но, тем не менее, востребовано у многих-многих потребителей, да, это дороже, ну, мы внесли ясность, и там уже четко система, как говорится, свой-чужой опознавание есть. Что надо сделать, чтобы готовый фасад служил долго, был надежным, долговечным, красивым. А какая ситуация в области импортозамещения на сегодняшний день и с всем известными санкциями? Ну, наверное, по сравнению с прошлым годом не сильно что-то поменялось, по большому счету, потому что, я напомню, что химические компоненты, входящие в состав сухих строительных смесей, в общем и в частности базовых составов, декоративных составов, они были по пятому, я не ошибаюсь, если и по шестому санкционным пакетам. То есть, уже тогда произошла диверсификация, у нас замена на химию других производителей из других стран, то есть, западноевропейской химии, ну, не стало, к сожалению. Насколько хороша эта химия, ну, сложно сказать, насколько высока альтернативность этой замены, сложно сказать, но материалы, конечные материалы, свои свойства, производители декларируют свойства своих материалов на новых компонентах химических прежними. А какая ситуация с китайскими составами, с китайской химией? Мне сложно ответить на этот вопрос, надо все-таки, ну, многие применяют, многие используют, но здесь надо отдать должное отечественным производителям, что и Кубань Полимер, и Полипласт, как бы, откликнулись активно, и предлагаются отечественные разработки, и это очень-очень важно. Из последнего компания Полипласт, я знаю, практически запустила промышленный выпуск РПП, аналогичного РПП производства в Акерхимии, именно для СФТК с нужной эластичностью, то есть, для того, чтобы ударная прочность базовых составов была, обеспечить требуемую ударную прочность базовых составов, это очень важно. То есть, рынок адаптируется постепенно? Ну, постепенно, да, может быть, не так быстро, как хотелось бы, то есть, моментального перехода на другую рельсовую клею не получилось, но постепенно это будет. Анкерный крепеж, ну, практически весь, давно уже производился в нашей стране, сетки тоже последний раз, наверное, импортировались в Россию не менее, там, лет 7-8 тому назад, если не больше, то есть, отечественные производители, ну, вот, европейские, я имею в виду, сетки, да, что-то есть китайское, про качество я здесь лучше умолчу, потому что у всех у нас свежо в памяти прошлогодние испытания, которые провели мы совместно с Комитетом по качеству строительных материалов, но ПСМ, и эти результаты были открытыми, к сожалению, многие сетки, большинство, подавляющее большинство сеток, которые мы испытали и которые декларировали свое соответствие ГОСТу, ГОСТу не соответствовали. Ну, я думаю, здесь ситуация потихоньку исправится, хотя отечественные производители и такие, как, естественно, в первую очередь, Балтекс из Гуся Хрустального, и Алабуга, из Амакс, из Яката, ну, обеспечивают вполне себе нормальную, качественную продукцию, полностью соответствующую требованиям нормативных документов. Ну, вот, к сожалению, есть еще много импортной сетки китайской, с которой там не все так хорошо, доходят зачастую до прямого обмана потребителя, но как с этим бороться, знаем, не хватает просто времени. Ну, здесь дело и самих отечественных производителей стеклосеток щелчестойких, как бы обеспечить надежный барьер для недобросовестных поставщиков. Профильная продукция, ну, практически вся выпускается, то есть, в России, я не знаю, когда последние поставки были польской продукции, белопластовской, наверное, уже больше двух лет тому назад, ну, может быть, в прошлом году еще что-то там, остатки складские допродавали, все, а так полностью все профильная, вся профильная продукция отечественная, наверное. А по штучке ситуация не изменилась? В прошлом году были проблемы с плиткой, она как-то разрешилась? Ну, особых, особо глубоких проблем нет, есть, хватает и клинкерной плитки, есть и керамическая плитка, есть и керамическая плитка, керамогранит, ну, вот и клинкерная, и керамогранитная плитки, они все регулируются нашим международным стандартом ГОСТ, Господи, 13998, не помню номер, ну, виноват, на память не могу сказать, есть достаточно большое производство в стране, много производителей и штучных изделий на цементном связующем, там, правда, вот есть беда, то, что это не занормировано, и в каждом конкретном случае конкретного производителя по его собственным ТУ загнать эти требования в общий норматив было очень сложно, но мы, в общем, как бы общие параметры задачи обозначили, каждый производитель должен стремиться к тому, что выпускать свою продукцию, хотя бы соответствующую нашим требованиям, не специального плиточного, скажем так, стандарта, хотя бы нашего стандарта, чтобы быть представленным на фасаде, мы сознательно, причем сделали требования чуть жестче, чем европейские. Михаил Георгиевич, а чем будет Ваш доклад на фасадном конгрессе? Все мы знаем, что вот уже несколько лет продолжается работа, которую организует и руководит ФАОФЦС по разработке технического регламента Евразийского экономического сообщества о безопасности строительных материалов и изделий, в том числе и нашими стараниями, которые в перечень материалов, входящих в сферу интересов, скажем так, этого технического регламента, включены все отдельные компоненты, входящие в фасадные системы с наружными штукатурными слоями. Это и тарельчатые анкера, они входят в анкерную группу, это и стеклосетки и профильные элементы, которые входят в группу композитных материалов и изделий, это, естественно, и все сухие смеси наши, клеевые, базовые, декоративные штукатурки, они входят в группу цемента, бетона и сухие смеси, это и полимерные декоративные штукатурки, которые для многих было удивительно, как так, они попали в группу лакокрасочных материалов, и мне было вот общение с руководителем ассоциации качества краски, он говорит, нам включили в нашу группу, ну, и когда я ему привел такой аргумент, как то, что зачастую декоративные штукатурки полимерные называют наполненными красками, ну, он подумал, он сказал, да, пожалуй, это аргумент, возражение снят, и, конечно, там немножко отличаются общие требования от требований предъявляемых лакокрасочным материалом, ну, наши аргументы были приняты. К сожалению, нам не удалось убедить головного разработчика тех регламентов включить, сделать отдельную группу в рамках вот этого перечня комплектной строительной системы. Они с нами общались, мы говорили, с нами кивали головой, соглашались, через 2-3 недели мы видели, что дело с мертвой точки не сдвинулось. А основной разработчик – это ФАОФЦС. Ну, да. Наверное, все-таки по-прежнему очень хочется уважаемым специалистам ФАОФЦС заниматься подтверждением пригодности. Ну, что я могу сделать? В Европе от этого ушли, там, значит, есть понятие в регламенте о строительных материалах, есть понятие комплектной строительной системы, и, естественно, СФТК или ЭТИКС, если пользоваться европейской терминологией, входит в эту группу. Существует единый европейский нормативный документ ЕАД на систему фасадной теплоизоляции. Их несколько, ну, в зависимости от разных условий. Но в целом на обычную систему, которой мы занимаемся мы, есть ЕАД, я не помню его номер, к сожалению, который пришел на смену ЕТАГу 004, у нас до сих пор еще многие специалисты говорят, ну, как же, а ЕТАГ 004, да забудьте, ЕТАГ 004 уже много лет в Европе. Нет, он отслужил свою службу замечательную, все, ему на смену пришел ЕАД, на соответствие которому сертифицируется система во всей Европе. И достаточно сертифицировать систему условной польской компании, польскому системодержателю сертифицировать свою систему в одной стране, чтобы свободно продаваться во всех странах европейского сообщества. Вот нам этот барьер, к сожалению, оставили. То есть, компоненты, да, можно сертифицировать, будет производить и сертифицировать в одной стране евразийского экономического сообщества и продавать во всех странах, а с системой вот нельзя будет. Кстати, вот в проекте техрегламента о безопасности строительных материалов и изделий значительная доля документа и приложений к нему посвящены как раз именно этой процедуре. Ну, не хочется даже говорить какие-то осуждающие слова здесь, но надо понимать, что в телеге прошлого в будущее не уедешь. Если уедешь, то очень недалеко. И последний вопрос. С чем бы вы хотели обратиться к профессиональному сообществу? Спасибо, это очень хороший вопрос. Забегая наперед, скажем так. Наверное, в первую очередь обратиться к коллегам и к тем, кто и давно на рынке, и кто недавно пришел в этот сегмент строительного рынка, не стесняйтесь получать профессиональные знания. Зачастую, вот я разговариваю со многими коллегами, вроде подрядчика неплохого и делает неплохие объемы. Иногда говорят такие вещи, что я говорю, стоп, 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 а ты нормативные документы читал, в нормативах прописано так, так, а так. Ты говоришь все с точностью, да наоборот. Нет, не читал. Я говорю, ну а что ж ты хочешь-то? У тебя заведомо не получится того результата, на который рассчитаны. Система, да, обладает достаточным запасом надежности, долговечности, но он не безграничен, этот запас. Ты нарушаешь раз, два, три, четыре, пять требований, предъявляемых к устройству системы или к проектированию, неважно. И говоришь, ну как же так, почему у меня не получилось, почему у меня отказ? Да потому что, если бы ты нарушил одно из этих пяти, еще может быть надежности, ну, запаса прочности, скажем так, системы хватило бы. Ну, ты нарушил сразу пять условий, ну, на это никто не рассчитывает. То есть, хочется призвать коллег, больше читайте нормативные документы, там написаны не пустые слова. Не стесняйтесь получать профессиональные знания. Так вот. А знания, которые получаются на уровне... А вот мне там один приятель сказал, или мне сказал Иван Иванович, а он вот... Или в интернете посмотрел. Да, в интернете посмотрел. Но это вообще... Не, ну, хотя нормативные документы тоже можно в интернете посмотреть. Вот уже сколько лет идет эта абсолютно беспочвенная болтология, я другого слова не найду, по поводу плотности минеральной ваты. Мы давно отказались от этого параметра, потому что есть две замечательных характеристики. Это прочность нажатия при 10-процентной деформации и прочность на отрыв волокон перпендикулярно плоскостям, все равно, а мне нужна вата, и называется цифра такой-то плотности. Я говорю, а что вам эта плотность даст? Ну, она не будет сминаться. Я говорю, простите, но на смятие ваты при устройстве базового слоя влияет параметр прочность нажатия при 10-процентной деформации. Да, но вот плотность как-то привычнее. Ну, плотность для минеральной ваты – это внутризаводской параметр, чтобы перейти от тон к квадратным метрам, ну, к кубическим метрам продукции, не более того. Коллеги, давайте все-таки понимать, что если в нормативах нет упоминания плотности, не оперируйте этим параметром. Я надеюсь, вот на фасадном конгрессе запланировано выступление представителя ассоциации Росизол, которая объединяет всех производителей минеральной ваты, и они в очередной раз внесут ясность, ну, будем надеяться, что капля камень точит, и все больше и больше коллег будут понимать, что это параметр, к которому они привыкли, он ровным счетом ничего не значит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова